В столице растет заболеваемость COVID-19. Муниципальные власти сообщили, что на прошлой неделе вирус подхватили еще 453 человека, что на 170 больше, чем неделей ранее. Заместитель главы Управления медицинской и социальной помощи Мариана Буга уточнила, что некоторые больницы дополнят койками для больных ковидом. Принято решение, что в муниципальной фтизиопневмологической клинической больнице 40 коек будут перепрофилированы в инфекционные, чтобы использовать их для госпитализации больных из муниципия Кишинев со средним и тяжелым течением COVID-19. По данным властей, в столице госпитализированы 54 пациента с коронавирусом. Все они в состоянии средней степени тяжести. Всего в медучреждениях насчитывается 64 койки для больных ковидом. Врачи больницы скорой помощи в Кишиневе призывают пациентов носить маски внутри учреждения, а также в общественных местах. 14 августа в Министерстве здравоохранения сообщили, что число случаев заболевания ковидом с 5 по 11 августа увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей. В учреждении напомнили, что самый эффективный способ избежать осложнений и летального исхода – это вакцинация. Агентство публичной собственности обвиняется в рейдерской атаке. 19 августа оно инициировало процедуру по принудительной передаче автовокзалов под государственное управление. Компания Герли Аутомодерни, которое управляет комплексом, назвала методы агентства насильственными. 19 августа компания разослала пресс-релиз, в котором утверждает, что власти расторгли договор под искусственным предлогом неисполнения одного из обязательств. «Мы квалифицируем это действие как рейдерскую атаку на нашу компанию. Так не поступают в цивилизованном мире, включая Европейский Союз, в который стремится Республика Молдова. Так действовали только в 90-х годах мафиозные группировки. И тот факт, что такой метод применяется правительственной структурой, делает ситуацию еще более серьезной». Однако в агентстве публичной собственности утверждают, что компания Герли Аутомодерни не выполнила обязательства по модернизации и повышению эффективности работы филиалов, которые предусматривают договор от 2018 года. В пресс-релизе ведомство подчеркнуло, что нет никаких юридических препятствий для изъятия активов и имущества из-под управления компании. Несмотря на повторные запросы со стороны АПС, компания отказалась сотрудничать и вынудила власти инициировать процедуру одностороннего изъятия. АПС заверяет граждан, что все принятые меры отвечают общественным интересам и направлены на восстановление законного управления 30-ю автовокзалами и автостанциями в стране. Было принято решение о немедленной передаче комплекса автовокзалов и автостанций под управление госпредприятия Управления по эксплуатации недвижимости. Компания намерена обжаловать решение агентства публичной собственности в суде и выразила надежду на справедливое решение. 1 сентября может состояться 2-го, и тогда школьники усядутся за парты в понедельник. С таким предложением выступил вице-мэр Кишинева Ильич Ибан на еженедельном заседании столичной администрации. 19 августа чиновник поручил управлению образования молодежи и спорта издать соответствующее распоряжение. В апреле министр образования и исследований Дан Пирчун сообщил, что в 2024-2025 учебном году первый звонок прозвонит в воскресенье 1 сентября. Решение вызвало критику, в том числе со стороны молдавской митрополии, которая отметила, что по воскресеньям прихожане ходят в церковь. После бурных дискуссий в публичном пространстве представители министерства заявили, что мероприятие можно организовать в воскресенье 1 сентября или в понедельник 2 сентября, и решение остается на усмотрение учебных заведений. Кишинев готовится к визиту канцлера Германии Олафа Шольца. В среду 21 августа полиция перекроет ряд столичных улиц с 8 утра до 9 вечера. В мэрии уточнили, что официальный кортеж будет передвигаться по бульвару Дачия, начиная от аэропорта, затем проследует по центру города. Власти ограничат движение по улицам Чуфля, Бенулеску-Бадони, Пушкина, Микли, Сватулцери и Коробчану. Также перекроют площадь Великого национального собрания и парк имени Штефана Чалмари. Соответствующее распоряжение подписала вице-мэр Кишинева Ирина Гутник. После обращения службы государственной охраны Олаф Шольц посетит Молдову с рабочим визитом по приглашению президента Майи Санду. Фигурантов дела о незаконной перевозке украинцев поместили под предварительный арест на 30 суток. Меру пресечения применили в отношении восьмерых жителей Гагаузии, в их числе двое сотрудников пограничной полиции. Еще двое фигурантов остаются на свободе под следствием. Детали сообщили в пресс-релизе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. В отношении 10 граждан из Гагаузии открыты уголовные дела за организацию незаконного въезда мужчин из Украины за суммы от 6 до 8 тысяч евро с человека. Оплаченная сумма включала организацию незаконного пребывания и выезда из Молдовы украинских мужчин, способных к боевым действиям. Преступную схему наладили жители автономии в возрасте от 24 до 59 лет. Правоохранители совместно с Государственной пограничной службой Украины обыскали дома и автомобили обвиняемых и изъяли доказательства, однако какие именно, не уточняется в интересах следствия. Также прокуратура по борьбе с оргпреступностью обнародовала телефонный разговор фигурантов дела. Они уехали, они у нас деньги забрали, короче, и мы рассчитали с ними. Давай переходите на озеро, на нашу сторону. Переходите, переходите прямо, переходи прямо на нашу сторону. Значит, смотри, я сейчас перехожу сам, иду в Молдову, и завтра я иду в миграционку, и сдаю все твои контакты, если мне не будет перевода бабок. Ты меня на деньги кинул, это разводняк, а не то, что ты обещал изначально, понял? Расследование дела продолжается. С 29 сентября граждане Молдовы, проживающие в Испании, смогут обменять свои молдавские права на испанский без дополнительных экзаменов. Наша страна и королевство завершили внутренние процедуры по реализации соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Этот документ правительства двух государств подписали еще в апреле. Согласно его положением, желающие получить в Испании новую категорию, должны будут протестировать свои способности и сдать экзамен. Ранее Молдова подписала подобные соглашения с Израилем, Турцией, Литвой, Италией, Грецией и Албанией. Смогут решать рабочие вопросы быстрее и проще. Территориальным службам социальной помощи и занятости в Аргеевском, Лизинском, Шалдонежском и Тельнежском районах подарили семь автомобилей. Такой дар предоставило Агентство международного сотрудничества Германии во время официального мероприятия. Машины стали инвестицией в реформу «Рестарт». Благодаря им сотрудникам станет проще навещать граждан из отдаленных населенных пунктов. Министр труда и соцзащиты Алексей Бузу заявил, что в двух районах создадут мобильные бригады. «Наша цель состоит в том, чтобы к концу этого года у нас были мобильные бригады во всех районах Молдовы. Это важная социальная услуга, которая предназначена для взрослых, для детей с тяжёлыми формами инвалидности, для районов, где отсутствуют специализированные услуги, для семей, которые испытывают трудности с визитом к социальным службам». На мероприятии присутствовала руководитель отдела сотрудничества по развитию посольства Германии в Кишинёве Верена Зелл и подтвердила поддержку нашей стране в процессе согласования услуг в соответствии с требованиями Евросоюза. Со своей стороны, страновой директор немецкого агентства международного сотрудничества Клаудия Гермес подчеркнула необходимость работы мобильных групп социальной помощи в сельских сообществах. Руководство Национального агентства занятости населения считает, что эта услуга будет способствовать борьбе с безработицей в сёлах. Мобильная бригада является очень хорошим инструментом, поскольку позволяет нам выезжать в коммуны и сёла, расположенные далеко от районных центров, чтобы мы могли выявлять граждан, у которых нет работы. Представители территориальных структур учреждения подтверждают, что они остро нуждались в автомобилях, поскольку сотрудникам приходилось совершать рабочие поездки на своих личных машинах, и все расходы они также несли самостоятельно. Такой дар очень приветствуется. Нам станет проще связываться с работодателями, посещать мэрии, общаться с людьми, которые ищут работу, и выявлять соискателей. Представители территориального агентства социальной помощи заявили, что пожертвование повысит эффективность и улучшит качество работы соцработников. Эти автомобили помогут нам повысить качество нашей деятельности по предоставлению социальных услуг. Машины очень пригодятся для оказания услуг и особенно для службы мобильных групп. Эта услуга очень востребована и необходима для того, чтобы сотрудники могли добираться до домов-бенефициаров. Стоимость семи автомобилей превышает 2 миллиона 600 тысяч леев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Certainly достаточно тебе, чтобы помещ일 ваши внимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин